Усик снова победил Джошуа. Украинец одолел британца по решению судей. Титульный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа завершился победой украинского чемпиона по решению судей. Один из них поддержал британца, а два других – украинца. Детальнее обои реванша в отчете РБК Украина. Стартовые четыре раунда чемпион и претендент провели в разведке. Оба много двигались по рингу и пытались взвешенно подходить к атакам, не бросаясь опрометчиво вперед. Один джеб Усика, однако, прошел между руками Джошуа в дебюте. Британец попытался ограничить высокий темп чемпиона. То и дело претендент пытался попасть в живот Усика, чтобы сбить дыхание украинца и загнать того в тупик. В третьем раунде Джошуа попал в челюсть соперника, а в четвертом его апперкот лишь чудом обошел подбородок Усика. В середине поединка британский боксер начал перехватывать инициативу. Началось с мелкого, Джошуа начал искать слабые места в обороне украинца, добавил мощи своим ударом в корпус чемпиона и продолжил ждать именно тот момент, чтобы апперкотом отправить Усика на пол. Восьмой и девятый раунды вполне могли стать роковыми для украинского боксера. Джошуа провел несколько серий мощных ударов, от которых Усик едва не потерял концентрацию. Однако чемпион вовремя сориентировался и нашел желаемый клинч с соперником. Чемпионские раунды стали игрой на выживание. Усик и Джошуа устали настолько, что большинство их ударов рассекали воздух. Но несколько точных ударов украинца позволили ему отыграть утраченное. В финальном же раунде чемпион поступил хитро, не отреагировал на попытки британца втянуть его в мясорубку. Как следствие, судейская коллегия получила сверхсложную задачу. Неудивительно, что победитель определился раздельным решением спортивной фемиды. Но эти цифры забудутся, а итоговый результат останется. Александр Усик успешно защитил чемпионские титулы IBF в БА, WBO, IBO и забрал вакантный титул The Ring. К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.